Не за горами всеми любимый праздник Новый год. Уже сейчас многие витрины и интерьеры магазинов, кафе украшают гирлянды, мишура, елочные игрушки и другие неизменные атрибуты праздника. Но одно дело просто украсить свое предприятие к Новому году, другое – оформить его так, чтобы можно было принять участие в смотре конкурсе. С подробностями Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Для того, чтобы к Новому году торговые объекты города и района засияли новогодними красками, глава района Роман Сенеговский подписал постановление о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление объектов потребительской сферы. Праздничный образ новогодней сказки предлагается создать общими усилиями муниципальной власти и предпринимателей. В преддверии новогодних праздников повсюду вырастают традиционные рождественские елки, появляется праздничная иллюминация, устанавливаются сказочные герои. У всех есть возможность создать хорошее настроение себе и всем жителям Славинского района. Стать участниками новогоднего состязания, а также подарить праздничную атмосферу землякам, могут все предприятия потребительского рынка и услуг. Большинство уже откликнулись на участие в конкурсе, оформляют витражи, окна, украшают прилегающую к объекту территорию ночной подсветкой, плакатами, баннерами, световыми гирляндами, декоративными шарами, мишурой, фигурами Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика. В окнах строймаркета появились нарисованные красками сказочные персонажи, ёлки и символ приближающегося нового 2015 года – синие овца. А возле магазинов прайд и домовой уже стоят рождественские красавицы ели, украшенные разноцветными гирляндами. Конкурсная комиссия определит победителей, но самое главное – участвуя в этом конкурсе, предприниматели создают новогоднее настроение всем жителям Славинского района. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События». Спасибо.